Ой, кто у нас на связи? Привет, Нелли! Привет! Привет! Нелли позвонила. А если Саши забывает просто имя Нелли, то я говорю, а ты знаешь слово Нелли стайл? Ты помнишь? Нелли к нам приехала в тур и приехала, а он говорит, а где твой багаж? Она достает маленький рюкзачок из-за спины, говорит, вот это весь мой багаж. А в багаже? А в багаже? И чашка, и, наверное, штук пять нарядов. Каждый день она меняла наряды. И гадальные карты, Таро. Да, главные карты. И на этом мы оказалось, что на одной волне, и мы так после этого подружились, потому что это тоже моя была любимая колода Ошадзен Таро. Вот, а Нелли оказывается профессионал, много лет гадает, ну, даже не, скажем, гадает, консультирует, помогает людям. Сколько раз... Я вот остановилась сейчас в Тарологических раскладах и консультациях, но мне люди по-прежнему пишут и спрашивают, разложите на меня карты. Я говорю, я сейчас не раскладываю, я их даже с собой не вожу. А вот, ну, всех отправляю к Нелли, и ко мне каждый второй возвращается и говорит, спасибо. Она помогла и как Таролог, и как психолог, и как психотерапевт. Вот, и недавно, буквально на той неделе, да, по-моему, к тебе обращалась наша знакомая, наша зрительница. Вот, ты все еще помогаешь и работаешь, да? Да, конечно, да. Мне так жалко, что ты, когда в феврале мы встретились с тобой в Путапарте, случайно, а когда ты мне написала, что давай встретимся, я приболела, но я не думала, что ты уедешь через пару дней. Я думала, я выздоровлю, и мы встретимся. Ну да, у меня уже там, уже заканчивался мой, так сказать, приезд в любимое место. Когда теперь? Ну, кто его знает, все непредсказуемо. Здесь я тоже в Путапарте, знаешь, как поехала, мыла посуду, и меня вдруг щелкнуло, я очень хочу. Я пошла, развернулась, билеты посмотрела, и билеты я купила просто удивительно дешевые. Ну, как бы по сравнению с теми, со всеми. Прихожу в банк, говорю, есть доллары, а у нас же проблема давно с этими. Да, вот есть, столько устроено, конечно. Вот просто все в елочку. Все раз и переехала. А сколько билеты стоили? Вот билеты стоили, значит, в этот раз я летела через Эмираты, и мой билет стоил 67 или 68 тысяч. Хотя вокруг все билеты, ну, вот, как бы, другие рейсы, там, еще что-то, ну, от 170 до 200 с лишним. Ну, у тебя состыковки... Екатеринбург, Москва, да, вот это все вместе, ты считаешь? Москва, Эмираты, да? Нет? Нет, в Москве не была. Екатеринбург сразу Эмираты, и Эмираты Бангалор. А, да. Не Делли, а Бангалор, да. Понятно. Поэтому очень, очень было все замечательно. Снимаю, потому что Нелли разрешила, мы с ней списывались. А, слышно? Я же снимаю что-то! Ну, я сейчас пока без камеры Нелли показала тут окрестности, показала долину, и все вокруг, ей все понравилось, может быть, когда-нибудь приедет. Ну, я знаю, что обычно после вот таких видео люди просят телефон для консультации. Можно я твой телефон под этим видео прикреплю? Ватсап? Да, вай-фай. Ватсап, да? Мы сейчас такое про вай-фай говорим, у меня его все нету, да? Ватсап. У меня нету вай-фая, да, больная точка. Вот, хорошо, ага, хорошо. И ВКонтакте ты есть, Нелли Юнейкина, или вот по Ватсапу? Да, ВКонтакте есть. Угу, угу. Да, точно так. Пусть обращаются, консультируют, это для меня привычное дело. Да, да, я сама тоже, вначале сама, так сказать, проверила. В Деле? Да, мы в Деле, да, расклад мне Нелли сделала. Мне очень понравился, он подтвердился временем, потому что события потом происходили, которые она говорила, и происходили по тому как раз сценарию. Да, карты, которые упомянули, все подсказали, да? Да, да, очень, конечно, полезно, полезно тем, кто действительно ищет выход и рассматривает разные варианты каких-то событий, да, вот, ну, вообще. Да, и вообще такие вот, я думаю, если бы я писала книгу вот с первых дней, ну, даже не книгу, а даже бы эссе, вот, ну, что какие ситуации были, какие там без имен, без имен, у меня бы такая была толстенная, интересная книга, потому что люди вот бывают некоторые, даже через пять лет звонят, снова там что-то возникает, и говорят потом, столько детей родилось, столько там квартир купили, такие все разные темы, думаю, ну, наверное, пора уже это, факты фиксировать, интересно. Ну, вообще-то да, без имен было бы здорово фиксировать факты, потому что это очень интересная тема, непознанная, в чем-то непознанная, а в чем-то такое очевидное. Вот, и к тебе ты говорила еще мне тогда, что некоторые там чуть не каждую неделю обращаются, ты им сама говоришь, что, ну, зачем так часто? Есть такие люди, наверное, уже вот как бы без этого, ну, хотя это, наверное, не приветствуется, но желание пообщаться у них и желание, ну, спросить, хорошо люди и живут, и развиваются, и результаты хорошие у них, кто часто звонит. Бывают, да, бывают, которые каждую неделю, кто-то раз в месяц, прям, знаешь, как по этому, знаешь, от получки, видимо, там, зафиксировано какая-то, и 15-го, так 15-го, да, и следующий месяц, а кто-то раз в год, кто-то раз в 5 лет, то есть у всех свои темы, свои, ну, очень интересно, конечно. Ну, мы когда с тобой познакомились, это было уж, наверное, лет 8 назад, ты уже тогда была опытным торологом, да? В 16-м, я еще помню, когда в Решикеша я гадала, ну, Wi-Fi никакой, на улице уже темно, а народ все звонит, а в потупарке у меня вообще есть свое место, где я работаю, там, вторник, восьмом, на лестнице, потому что приехать ты приедешь, а люди, ну, как-то все равно... Тебя даже, тебя даже толком в путешествия твои клиенты не отпускают, да? Да, 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 помоги, разъясни, посмотри, проконсультируй. Так, и сколько, мы 7 лет, значит, назад познакомились, у тебя уже был большой опыт, сколько у тебя сейчас опыта? Ну, вообще работать с картами, я давным-давно работаю, а вот так, чтобы официально, что, ну, как бы зарегистрировано с людьми, там, как бы давая, ну, реклама, кстати, я не давала нигде, ну, я думаю, наверное, в восьмом году я зарегистрировалась, с восьмого года сколько прошло? О, 18-й, вот и считай, да, как самозанятые ты зарегистрировалась, да? Да, мы с детьми заняты друг с другом. Ясно. Хорошо, я так, вот этот, да, Wi-Fi, вот, ой, господи, опять я про Wi-Fi, вот этот WhatsApp, который, по которому мы сейчас разговариваем, да? Да, да, вот этот WhatsApp, да, да, да. Ладно, хорошо. Так что давайте отдыхайте, Саши, привет. Хорошо, ладно, спасибо, давай, счастливо. Что я еще хотела сказать, друзья? Вчера пришли девчонки мои, вот Наташа и Валя вернулись из форта Кангра, очень им форт понравился, вот мы тут сидим вот и болтаем, и окно открывается, и там три парня индийских, они стали нас отвлекать, ой, здрасте, а вы были в Кашмире, а на каком языке вы говорите, с какой вы страны, ты, ты, а мы, говорит, сегодня едем на крикет-матч, драм-салу, поехали типа с нами, у нас есть три билета, три билета, я говорю, это что-то как-то очень странно, три билета свободных, тем более Саши узнавал там у одного агента, он говорит, ну я могу тебе достать билет, три тысячи стоит, а у них неужели же, ой, Саши уже нарядился, неужели же три было этих свободных билета, в общем, короче, я думала, они нас куда-нибудь увезут и убьют нафиг, вот, я даже Саши про них не говорила, а, давай, хорошо, ладно, пока, а, Чача, давай, пока, 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 все, у него сломался телефон, он, значит, вот, у меня вообще этого гнезда нету для наушников, а у него вот гнездо для наушников, и он наушники туда всовывает, а они не работают, в смысле, звук все равно громкий, он сходил вчера там к этим продавцам, которые продают наушники, там всякие, у тебя бомбасы для телефонов, они говорят, у тебя гнездо надо поменять, он говорит, я поеду в Драмсалу, сейчас поменяю гнездо, я думала, мы пойдем пить кофе с круассанами, но у нас на два часа массаж, поэтому надо срочно до массажа успеть, хотя сейчас только еще и десяти-то нету, это не эти палочки, здесь в этой коробочке палочки почему-то все такие помялись, поломались, ну, ничего, я вот тут из картофелинки приспособление сделала, вот так вот, я просто на Пудже видела, как Пуджаре в банан аромопалочки вставлял, вставлял, думаю, не буду я очередную эту подставочку покупать, в путешествиях это все лишний вес, ну, картофелинку, а вот это аромопалочка, сайфлора, это Анжелика уезжала и принесла наследство, так сказать, вот эту вот коробочку, это натуральные, вот когда такие светлые, это натуральные, вот, обезьяны сегодня что-то не приходили, на обед у меня будет гречневая каша, варю ее очень просто, вот, в чайничек, ну, 4 вот таких ложки, они даже не столовые, можно 5, но это будет уже целый вот такой вот термос, сейчас ложечек гречки насыпаю, мою, заливаю чистой водой и довожу до кипения, закипело, выключаю, масло и сухого молока ложечку, у меня каша будет, как в детском саду, с молоком, вот столько масла, я люблю эти маленькие одноразовые коробочки с маслом, они не желтеют, не портятся, не окисливаются, не окисляются или как там, а если большие пачки покупаешь, то они быстро приходят в невкусный вид, еще раз доложу до кипения, отключаю и переливаю в термос, если такого термоса нет, то надо закутать в шубу и все, в шубу на полчаса, в том смысле, что в полотенце, это так у меня мама называла в шубу, она все время кашу готовила, доводила чуть-чуть до кипения, в шубу и все, и готова, в настоящий прям, чтобы заворачивала, вот, сейчас все ложкой вытряхну, мне очень эта кружка термос понравилась, вообще лучше, чем термоса, которые как бутылочки, я из нее прям потом и ем, сейчас приготовлю себе чаечек, а кашу эту я открою через 2 часа, можно через полчаса уже открывать, но сейчас еще рано, мы уже позавтракали немножко, я съела яйцо, кстати, надо сходить на площадь, купить фермерских яиц, потому что закончились, чай буду заваривать вот здесь, какой-нибудь из этих чаев, оранж, цинамон, вот такой попробую, а, уже пахнет прямо и апельсинами, и корицей, вот такой мне лимон из Узбекистана привезли, чудесненький, я думаю, может быть, косточку высушить, и потом посадить где-нибудь в путапарте, это я тоже сюда, и не знаю, можно мяты немножко, чуть-чуть мяты кину, вот, закипела, 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 и тоже минут 15 пусть позаваривается, ну что, чаек, наверное, готов, и пафелька, помните, я покупала еще неделю назад, я сладкое не сильно ем, и сладкого я ем только по большей части, вот, финики, по чуть-чуть, по несколько фиников в день, и еще привезли девочки из Узбекистана, привезли сосы изюм, и вот мы изюм немножко едим, вот такой вот огромный, длинный, вот, спасибо, спасите печенки еще раз, вот такой вот полдник у меня будет, нет, это же не полдник, это второй завтрак, ну что, прошло, прошло полтора часа, вот так гречка разварилась, и очень вкусная, вкусно там, Мила, а ты-то куда? лежала, спала, Саша говорит, пойдем поужинаем, и пошли, и Мила с нами, сегодня день безделья, ну вернее как, Саши-то съездил в Драмсаву, разобрался со своим телефоном, ему продали наушники через блютуз, которые он будет слушать, раз у него это гнездо не работает, потом пришел массажист, монах, вот, сделал массаж мне, периодически, мне очень понравился, массаж такой, уже всем нашим друзьям сделал, по несколько раз массаж, Саша его, сейчас всем рекомендует, ухо, Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Двести пятьдесят три метра прошла Это, наверное, вот сейчас Ну, по отелю-то я хожу без телефона, конечно А он мне присылал... Вот, он мне присылал из этого ресторана свой ужин Когда-то... Ой, боже мой... Да уж, на днях он говорит, пошли ужинать А я опять гречневую кашу, что ли, себе приготовила Говорю, не хочу, буду кашу есть А он пошел, вот это поел Говорит, это очень много на одного Стоит двести рублей Но, говорит, это не съесть одному Будем вместе ходить Вот я сегодня как помощник Хэппи-хэппи Ой, как хорошо Когда время, да, счастливое, оно идет, бежит очень быстро Сегодня хороший автомассаж Очень хорошо Я чувствую мои бонзи, мои джоинсы Кости, суставы Так хорошо после массажа Спасибо Саванапчику Отведаем Целебрейт самсинг Давай, чин-чин Хэппи-хэппи Хэппи-хэппи Да уж, слушайте, он у нас не работал полтора дня, наверное Нет, ну сутки Интернет сейчас заработал Мы это отмечаем А то я думала, будет у меня Прогул в работе Несколько дней не будет видосов А, он вообще не обедал, оказывается Утром съел круассан и все Ну, а я кашу вот эту гречневую тоже Заварила себе В общем, сейчас у нас будет нормальная еда Вы знаете, кто победил в этой крикетной матче? Раджастан Раджастан выиграл в этой крикетной матче И они играют с Пенджабом Раджастан и Пенджаб Выиграл Раджастан Давай Спасибо Спасибо Ничего себе Как много Веребик Иван футу персон Веребик Ага Он-то себе не заказывал рис А вообще входит вот рис, потом карри овощное Далмакне здесь, да? Да Кёрт Ага, спасибо Спасибо И лепешки Угу Папа Бас-бас-бас К себе клади Давай Давай Ты Меня кормишь, я тебя кормлю Я кормлю Я кормлю для папы Да Макне Угу Ладно Ладно Вот Ага И для меня Окей Не-не-не Я люблю майнблейт Это очень далеко для меня Далековато Он говорит Ты можешь оттуда есть Я люблю со своей тарелки Это поближе Все, друзья Приятного аппетита, да? И у нас еще кёрт есть Если вдруг перчоненькое Вот Цветная капуста Что здесь? Угу И стоит всего 200 рупий Такой большой Тали Тарелка Горошек Картошка Морковка Фасоль Угу Вообще Сам просто вот дал Макне Если заказать его Одну тарелку Это будет дороже 200 рупий Стоит Вот такой Да Он дорогой Поэтому выгоднее всего Конечно брать Тали Комплексный обед Пошли Вот такой Да-да Мы careful Пошли Окей А мы вернулись Милка У нас сейчас Стали еще Соседи Ее подкармливать Так у нее теперь Со всех сторон Вкусняшки Со всех сторон Да Красота неземная Где твои подружки Обезьянки ушли Пыталась сегодня Одна обезьяна Вот залезть в это окно Лезет-лезет А бока толстая Не смогла залезть Вот Да Митур Инванауэ чай Энд кейк Он привез Тортик Блэк Форест Юбринг Ага Блэк Форест Привез Из Драмсалы Через час Чай и тортик Ну все друзья Всем Пока-пока Всех обнимаю Всех люблю Всего самого наилучшего Берегите себя Берегите друг друга Мир вашему дому